Всем привет! Посевная у нас идет полным ходом, а тем временем наша озимая пшеница выглядит вот так. Требуется химпрополка. Вчера приезжал наш агроном, говорит нужно в срочном порядке уже выходить на опрыскивание. В прошлом году к нам приезжал на помощь туман наемный, в этом году с ними большая проблема, поэтому будем опрыскивать своими силами. Ездил сейчас на поле к дядю Дженни, забрал у него с трактора провод от компьютера опрыскивателя. Браво 180, если я не ошибаюсь. Сейчас будем его подключать, смотреть, работает, не работает, чтобы уже дальнейшие планы строить, исходя из этого. Такой вот компьютер с такой вот МТЗ вилкой. Пока у нас пятнашка не уехала на поле, нужно быстренько подключить, посмотреть, потому что здесь на базе остается только 82 старого образца, на нем такой вилки нет. Включили компьютер, ничего не работает, поэтому сейчас снимаем все клапана, всю проводку, заносим в гараж и там уже тщательно разбираемся в чем дело. Еще кабель перебитый, может там что-то замыкает. Все ломаем, разбираем. Накинули наш компьютер на аккумулятор, включается. А как вот эту вот косу подключаем, вот этот вот разъем, сразу все потухает. Потухает. Говорят, потухает или нет? Потухает, тухнет, потухает. В общем, здесь он перебитый был, все по новой изолируем, сейчас на термоусадку посадим. Еще там вот где-то пережатый, скорее всего в этом все дело. Синий с зеленым идет. Это получается на электроклапан... Зеленый с черным, ой, желтый с черным, желтый, зеленый. Туда и обратно или на концевиках стоят. Одно из двух. А здесь же этот снятый. Сейчас посмотрим. Провода нормальные, фиолетовые есть, его скручиваешь и сразу начинает греться. Скорее всего он и есть. Поставили на клапана проводку. У нас получается, первый электроклапан работает, второй молчит, третий работает, четвертый молчит, пятый работает. Либо сами клапана, либо где-то здесь. Дело не в клапане проводки. Ну-ка, первый подсоединение. Пробуйте. Все работает. Провода. Или там кнопка, нет, кнопка работает, лампочка же включается. Это фиолетовый, куда идет? На второй четвертый? Может быть фиолетовый. Четвертый, попробуй поменять. Четвертый, что ли? Да, с первого. В общем, как и предполагалось, у нас вот здесь вот два провода замыкало, которые на четвертую секцию идут. Это не фиолетовый, розовый. Здесь поэтому их параллельно два провода пустим туда на секцию. Установили наш кабель. Вот так вот у нас получается. Здесь и здесь скрутки. Вчера напечатал вот эти вот детали. Чуть-чуть не попал в размер. Сейчас нужно будет напильником ее растачивать, внутреннюю часть, потому что не садится. В сборе это выглядит вот так. Здесь вот два концевика. Вот этот бегунок как раз на эти концевики нажимает. Проверяем. Все работает как надо. Все подключил. Аккуратненько на стяжке затянул. Сейчас нужно снять все форсунки, промыть их, посмотреть какой диаметр сопла и поставить на место. Они полностью забитые. С одной стороны стоит булыжник. Зачем? Без понятия. Скорее всего крыло заваливается. Поставил новые рукава РВД. Осталось только подогнать трактор и зацепить. Пока что все места, где бежит вода, замотаем изолентой, а там уже видно будет. Поменяем все шланги. Бежал отсюда со шланга, потом начал бежать отсюда. Сейчас бежит отсюда. Здесь оно лопнуто. Сняли на мойку все форсунки. Поскольку в данный момент агромаш у нас не на ходу, а 82-е нам нужны, будем цеплять наш опрыскиватель на двенашку. А для этого нужен более длинный кардан, так как родной МТЗшный не подходит. Поэтому еду в город за новым карданом. Позвонил дядя Джене, говорит, ступичный вал отвалился, колесо слетело на селке. Поэтому едем сейчас на поле. Сначала на базу за инструментами, а потом на поле. А это 46, 41, да? 36 еще надо. 36 надо еще. И сам едет за мной, блядь. Сашка, бежи нахуй пешком, блядь, а я буду ехать за тобой за она, блядь. Трогай, елщик. Правильно, можете не пристегиваться. Нет, она сейчас пищет, чемпион. Но у меня она тоже не пристегнута. А почему не пищит? Как пищит? Не пищит, Настенька, к этому. Царапает. На К-700 я тогда ехал. Секало, блядь, сворачивает, сука. Ну, кого-нибудь отправить, чтобы напилили. У кого опыт есть пилить? Там они. Как руками забрали? Я что, было? Ось сломала, что-то. Короче, вошибник упередиктов. Вон, короче, вошибник закрыл. Он на этом бручке. Зачем? Которое колесо-то? Вон уже. Ага. Вот, покажи. Ёп-ти, бить, он только вон в этом. Ты все и съела, да? Конечно, съел. Вон же, кого-то. Нет, это тоже. Там нет смазки вообще. Я думаю, дай-ка смажу сегодня. Смотрю, бюлки твои. И на то, и на обоих сторон. В общем, сняли вал. Сейчас еду в город, отдавать его токарю. Посмотрим, через сколько сможешь сделать. На крайняк, если что, обратно сцепку убираем, цепляем на пятнашку. А 82-й отправляем на опрыскиватель. Потому что нам на опрыскиватель все равно трактор нужен. Чем двенашку ставить, лучше 82-й. В общем, оставил вал. В лучшем случае будет к вечеру. Или завтра к обеду. Поэтому будем цеплять пятнашку. Такой расклад нас не устраивает. Прикинь, не левик. Есть ощущение, что синих не хватает. Возможно, да. Но они там должны быть запасом. Пару штук. Надо. А у нас все равно валу целый день не будет. Сказал же, не ставь. Нет, он все-таки всунул. И то, и другое. Пальцы отбиваешь. Головой не ударь. Дай головой-то это хуй. Были бы мозги. Отвертку надо. Отвертку надо. Я тебе сказал, отвертку. Засними тут. Дядь, Саш. Есть что-нибудь для ямы? Для ямы? Да. В каком смысле? Одеть. Одеть. Переодет. Как тем летом. О, сейчас не знаю. Наденьте его туда. Зачем засовывать? Наденьте и сверху изолентой. Не надо. Наденьте. Не надо. Я сделаю по-своему сейчас. Пускай бежит потихоньку. И там выдавливается. Наденьте. Пакет ее. И сверху изолентой замотаете. Ладно. Завтра. Так сделаем. Почему она не открывает? Не вылазить. Да? Поскольку на пятнашке будем опрыскать всего пару дней, пока не закончится пассивная, компьютер вешать сюда не будем, портить пластик. Зачем? На стяжке лучше притянем его куда-нибудь к дверей, к раме. В итоге решили компьютер поставить сюда. В принципе держится, на временку пойдет. Что ломаете детаж? Сланг выкидывает. Зачем? Длинный? Порванный? Перетертый. Че с ним? Вообще тот-то выкидывайте, нет? Именно шо не тот, блядь. А че хотели выкинуть, который... Слишком длинный? Стойте! Стой! Стой! Они упираются! В раму упираются! Вот эта сторона! А, эта сторона, да. Давай! Ну это вам на КамАЗ подойдет, нет? Может распред купит? Может, воздух, да. Пробуем? Стойте, блядь. Стойте, блядь. Может, у меня будет какой-то, что-то болит. КамАЗ- Сейчас, а еще, блядь. Давай. По-тогоadinку, я gdzieś! Давай! С кому-то бежит. Ага. Вот они, да. Кольцо. Нет, это у новых-то вот он какой здоровый. Видишь? Ну и тогда и такой же нужен тоже. А как такие? Мы такие не ставили. Если просверлишь. А если просверлить только. Вообще-то у нас там одна или две штуки стоят такие. Давай. Мы сверлили. А разобрать он его сейчас в этот раз разобрал. Как я его разобрал? Ты в кабину нахуй залез. И он щелк. Мы с тобой поднимали два раза. У нас никуда не высказывал. Вот только он подошел. Он за счет чего? Из-за чего он взбирается? Леско дергаюсь. Кабину. 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 Шланги тянутся на поворотах. Шланги тянутся на поворотах. Натягивай! Вы на поворотах гидравлику все оторвете. На поворотах. Натягивается. Шланги тянутся на поворотах. Они есть. Метровые полтора метра. Шланги тянутся на поворотах. Отцепите лучше сначала. Сейчас принесу. Там в кабине одна лежит, по-моему. Сейчас посмотрю. Надо как-то их привязывать или разложиться и привязать. Пытался поставить на него вот этот вот навигатор. Кампус. Но не соединяется со спутниками. Поэтому будем снимать навигатор с селки. Там она в принципе не нужна, поскольку работает по маркерам. Редкие кадры рождение Камазиста. Кампус. Тихо. 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 Ну, вообще там семена не херно. Оно. поставили в камаз набираться воду позже ночной переставит ее на наш опрыскиватель утром уже планируем выходить на опрыскивание наших озимых культур всем кто досмотрел это видео до конца всем спасибо всем хорошего дня хорошего вечера до новых встреч